Здравствуйте, ну вот сегодня мы закончим изучение понятия пучка, так, первое, крэш-курс, и начнём строить структурный пучок именно регулярных функций на афинной схеме. Итак, в прошлый раз мы определили, что такое пучок на топологическом пространстве, значит, х-топологическое пространство, с ним мы связали категорию, то есть объектами, которые являются открытым множеством, в х, так, и мы определили пучок на х, пучок множеств, как функтор f из категории х в категорию множеств, так, контравариантный, но который обладает следующим свойством, такой, что для любого покрытия, для любого покрытия множества, подножества открытого у, у является эквалайзером двух отображений, вот то, что я, значит, в прошлый раз в конце формулировал, это ровно означает следующее, что вот если есть открытое подножество у в х, так, значит, и если есть его открытое покрытие, значит, открытое покрытие, значит, то тогда верно следующее, значит, ну тогда вот мы можем определить произведение f от уитых, пересечь с ужитыми, ну скажем, по и не равным же, без разницы на самом деле, так, а это по и, вот, и определить два отображения, понятно, да? Два отображения, в одном из которых, то есть кажется, тут нужно некое напряжение, чтобы понять, что это два разных отображения, да? Поскольку пересечение коммутативно, в одном из них i вкладывается на i, а в другом из них и вкладывается на j, то есть на второе, да? Ну два отображения, понятно, да? То есть и то и другое является произведением ограничений, но произведением ограничений либо по первому аргументу, либо по второму аргументу, понятно, да? То есть и то и другое произведение, и то и другое произведение ограничений с уитых на уитая пересечь с ужитой или, значит, ограничение с ужитого на уитая пересечь с ужитой. Вот, и тогда аксиома Пучка означает в точности, что ФАТУ является эквалайзером этих отображений. А, по-русски эквалайзер назывался раньше уравнителем, да? Что это уравнитель этих отображений? То есть что значит, что композиция с одним и с другим одинаковая, так? И это универсальная вещь такая, что композиция одинаковая. То есть если для чего-то другого композиция одинаковая, то это приходит отсюда. Но это ровно значит, что любое сечение наду определяется согласованной системой сечения надуитами, причем единственным образом. Так понятно, да, что значит, если, значит, если, так это уравнитель, ну или эквалайзер этих отображений. Вот, значит, то есть это значит, что для любого, для любых ситых из ФАТУИТОХ существует единственный С из, ну таких что, согласовано, таких что, ограничение с УИТОВА на УИТОЕ пересечь УЖИТОЕ с ИТОЕ, равно ограничению с УЖИТОВА, УИТОЕ пересечь с УЖИТОЕ с ЖИТОЕ, то есть для любой согласованной системы существует единственное С, такое что, ограничение с У на УИТОЕ С равно СИТОВА. То есть вот это условие согласованности, это условие согласованности, а это то, что мы, ну и вот существует единственное, то есть два условия. Вот, вот это определение пучка, которое у нас было в прошлый раз, так, ну и, значит, самые обычные определения пучка, ну и аналогичным образом определяются пучки, значит, пучки абелевых групп, колец и так далее, это просто значит, что мы рассматриваем функторы из F в F из, значит, X в категорию абелевых групп, из F в категорию колец, колец, вот эта категория коммунитивных колец, соединав все кольца с единицей, ну и так далее. Так, вот удовлетворяющий вот этой аксиоме, то есть так, что при этом F от У для любого покрытия является эквалайзером вот этих отображений. Вот, значит, ну следующее, что такое, как только мы определили какие-то объекты, так я уже в прошлый раз сказал, что это такое или нет еще, что такое морфизм пучков? Естественное преобразование функторов. Правильно, я сказал это или нет? Да. Значит, морфизм пучков это естественное преобразование функторов. Так, значит, так, что нам еще нужно, сейчас нам нужно будет пучкование, ну пара примеров, а потом у нас будет основной пример. Значит, пока первые примеры, первые примеры такие, значит, первые примеры такие, первое это, скажем, пучок непрерывных функций. Значит, ну вот, если у нас, ну, значит, если у нас вот есть что угодно второе топологическое, значит, ну там, допустим, А это топологическая абелевая группа, так, все понимают, что такое топологическая абелевая группа, либо топологическое кольцо, топологическое коммутативное кольцо. Так, все понимают, что это значит? Значит, ну вот в группе есть, как известно, три операции, одна операция это умножение, вторая операция это взятие обратного, но в абелевой группе обычно это обозначается, обычно обозначается аддитивно, но не важно. Значит, у нас как раз будет в основном мультипликативное, ну и аддитивное тоже, конечно. Вот, ну так, ну и кроме того единица, но топологическая группа значит, что эти отображения непрерывны, причем непрерывны для обычной топологии произведения, в которой базой окрестностей единицы здесь является произведение окрестностей единицы в сомножитве. Понятно, да? Понятно. Вот, значит, ну и обратное непрерывно, что очень существенно. Не только вот это непрерывно, и обратное непрерывно. Вот, так тогда мы можем рассмотреть отображение из, пучок такой F от U, да, это непрерывное отображение, как это, конт обозначается, да, из U в A. Ну и понятно, что они снабжаются операцией, то есть отображение в Абелеву группу можно умножать, ну и либо, если операция аддитивная, обозначается складывать. А? У это открытая подножь, что? Вот X, пучок на X, X топологическое пространство. Топологическое пространство. У открытое подножище. Так, мы определяем пучок на X, определяется так, пучок F на X, определяется так, мы определяем F от U как множество непрерывных отображений, а, C просто пишется, да, C из U A, да, как вот так пишется, да, значит, C из U A, то есть просто непрерывное отображение из U со значениями U A. Но эти отображения их можно, ну, если группа мультирная, можно умножить. Значит, если F и G принадлежат этому, то тогда FG от U маленького, от X, где X принадлежит U большому, равняется F от X умножить на G от X. Вот, ну, понятно, что если операция на группе аддитивна, то, значит, тогда эта операция на функциях тоже называется сложением. Вот, ну вот, и легко проверить, что это будет действительно пучок. Так что непрерывность функции есть локальные свойства. Я сейчас сказал ничего другого, кроме как то, что функция непрерывна, если она непрерывна в каждой точке. Правда, да? Так, ну и определяется своими ограничениями в окрестности, ну, на окрестности каждой точки. Правда, да? Вот, то есть вот это, значит, типичный пучок, пример пучка, пучок непрерывных функций. И вот как раз то, чем мы сейчас будем заниматься, значит, мы должны, мы хотим слово непрерывных заменить на какое-то другое слово. Значит, почему вам так на это не наперяли в общих курсах? А потому что, значит, непрерывных функций глобальных очень много. Вот, поэтому там не обязательно говорить про пучки, там говорят просто про непрерывные функции на всём иксе. Так? Их очень много. А в алгебраической геометрии, ну, как и в теории функций многих комплексных переменах, проблема стоит в том, что как раз вот функций без особенностей на всём, на всей большой вещи очень мало. У них обязательно там где-то есть полюса, понимаете? Ну и какие-то другие особенности, так? Вот, а значит, ну, алгебраических полюсов, конечно. Значит, а вот на открытом множестве там может быть гораздо больше, понимаете? Окей, поэтому, если мы хотим рассуждать в терминах регулярных функций, мы должны смотреть не на функции регулярные всюду, а на функции регулярные в окрестностях точек. Вот в этом и состоит идея пучка. Это я сейчас сделаю. Вот это ровно сейчас мы сделаем. Вот это, более того, я ровно докажу корректность, то есть вот это, так сказать, значит, то, что мы хотим сегодня сделать. Так, значит, ну, мы пока ещё не закончили наш крэш-курс по теории пучков. Так, это первый пример, а второй пример, ну, в частности, особенно важен случай, когда группа дискретна. Когда группа дискретна, то это значит, что любое непрерывное отображение, оно просто на каждом связанном множестве, оно локально постоянно, да? Понятно, да? Должно быть просто на связанных компонентах постоянно. Называется постоянный пучок. А дискретно f называется постоянным пучком. Ну, постоянно оно на связанных, ну, под множество открытых, а на самом деле, на самом деле значение на открытом множестве это будет не а, а значение будет произведение а в какой-то степени, ну, столько, сколько открытых, сколько связанных компонентов. А второй пример пучка универсальный, это пример пучок сечений. Пучок сечений. Значит, и на самом деле, каждый пучок есть пучок сечений, сейчас я вам эту конструкцию расскажу. Значит, что такое пучок сечений, вот пусть у нас есть какое-то непрерывное отображение. Так, тогда, что такое сечение этого отображения над u? И пусть у нас у это открытое подмножество в x. Так, значит, тогда, тогда вот сигма из u в y называется сечением, сечением пи над u, если, значит, если композиция, что мы вначале применяем сигма, потом пи, это будет тождественное отображение над u. Что такое у в данном случае? Топологическое пространство. Топологическое пространство. Для любого непрерывного отображения отопологических пространств. Отображение отопологических пространств. А? Пи из y в x. Ну и вот мы для любого у в x определяем f от u как, значит, множество сечений, множество сечений, значит, пи над u. Ну, естественно, непрерывное отображение, у нас все отображения непрерывные. Вот. Ну вот это вот пучок сечений. Вы с этим сталкивались, вы опять же не называли это пучком, но это вот ровно та конструкция, которую вы рассматривали на втором, что ли, курсе, в курсе комплексного анализа. Так, вот посмотрите на какую-нибудь вещь, вот у вас сечение, значит, из c в, значит, чего там, в c минус 0, что ли, да, экспонента. У вас проекция. Так, вот это y, это x. Вот, а теперь что такое сечение этого дела? Ветвь логарифма. Ветвь логарифма. Это не логарифм, это ветвь логарифма. Значит, сечение, это ветвь логарифма. Понятно, да? Вот, то есть, если, значит, вы можете склеить ветви, то вы можете их склеить, так сказать, так. Но проблема в том, что да, понятно, что глобально там есть какие-то препятствия. Вот, потому что эта штука не односвязна, и вот тут возникает то, что называется теорийка гомологии. Вот, значит, то есть, вот это типичный пример, и то, что мы сейчас сделаем, мы сейчас фактически покажем, что вот это общий случай. Что никаких пучков, кроме, значит, пучков сечений не существует. То есть, это значит, что если есть x, и на нем есть, значит, пучок, то по этому пучку мы построим, вот, некоторое топологическое пространство f' и проекцию f' на x, так вот пространство, которое называется накрывающим пространством пучка, espace etale, espace etale, не etale, а etale, вот, накрывающее пространство пучка, и так, что вот f будет пучком сечений вот этого дела, этого, этой проекции. То есть, на самом деле, эта конструкция, это общая конструкция, но удобнее ли ей пользоваться, чем вот той, которую я вам рассказал, это первое, как вначале пучки излагались так, а потом стали излагаться так, как я вам определял, вот по Гротендику. Вот полирей, это вот так вот, полирей и картану. Накрывающее пространство пучка, и исходный пучок будет пучком сечений своего накрывающего пространства. То есть, это значит, что, так сказать, пучки, они все определяются накрытиями какими-то. Понимаете? Вот, значит, что никаких других примеров пучка нет. Как это накрывающее пространство определяется? Поскольку нам часть этой конструкции понадобится для, понадобится в любом случае в алгебраической ситуации. Нам понадобится понятие ростка и понятие слоя пучка. Так, значит, что это такое? То есть, вот сейчас мы в очередной раз будем использовать теорию пределов. Так, значит, давайте свяжем с пучком для каждой точки тоже что-то, а именно вот что. Значит, вот пусть у нас f это пучок на x, так, и пусть у нас x это точка x. Определение, слой, ну по-английски столк, значит, столк это, как это по-русски? Ну вот стебель, да? Значит, слой пучка f над x это вот что такое, это fx равное пределу по всем, значит, u, fu, по всем окрестностям, по всем открытым множествам. Так, ну, открытое множество, так, я сейчас не смотрю, какой предел нужно поставить, зависит от того, что, значит, но ограничения, ограничения направлены в эту сторону, да? Вот здесь сидит внизу f от x, так, значит, здесь сидят две окрестности, вот если u содержит v, так, значит, вот это f от u, это f от v, это ограничение, значит, с u на v, так, отображение, да? Ну и когда мы перейдем к пределу, то мы получим что-то, куда отображаются все f от u, да? То есть вычисление значений, вот если у нас есть s здесь, то этому соответствует sx здесь. Так, это называется, давайте я назову это s от x, значение, значение сечения, s в точке x. Так, ну вот, значит, в алгебре мы пишем просто слово предел, так, так скажите мне, какой это предел? Прямой. Вот то, что есть написано, картинка прямой, правда, да? Вот, значит, как это в анализе выражается? В анализе в этом месте говорится слово росток функций, то есть jam, что это такое? Значит, росток функций это вот что такое, функция в точке x непрерывная, росток представляется непрерывной функцией на окрестности точки x. Так, то есть вот germ задается, значит, парой u и s, где, значит, x принадлежит u, ну, открытое, открытое, а s это сечение на 2. Так, значит, ну а теперь, когда две такие пары эквивалентны. Так, это значит, что? Так, что это значит, как вы думаете? Сужение совпадает уже. Куда? Да, сужение совпадает. Вот сейчас так. Если бы они совпадали, то... Значит, если бы это было так, как вы говорите в начале, то любой предпучок был бы пучком. Нет, это значит, что существует w, которая содержится в пересечении, такое, что, значит, ограничение с u на w, s равняется ограничению с v на w. Вот в этом случае говорят, что, значит, эти функции, эти сечения лежат в одном ростке. В одном ростке. Значит, ну и росток это класс эквивалентности вот этих пар. Так вот, тогда, значит, слой пучка в точке, это в точности... Значит, множество ростков в этой точке. Ростков в течении пучка в этой точке. Понятно, да? То есть вот я сейчас ещё раз сказал, что такое предел. Просто явное определение того, что такое предел в этом случае. И это значит, что у нас появилось вот с пучком на x, значит, пучок на x, с ним оказалось связано вот что. Оказалось, значит, связано множество, 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 вот ростков, слоёв над каждой точкой. Так, и, ну на самом деле даже, я тут не обязательно пучок, слой предпучка. Вот. Так вот различие между пучком и предпучком состоит в том, что пучок однозначно определяется своими слоями. То есть предпучок не однозначно определяется своими слоями, а пучок однозначно. Вот. Условие локальности ровно в этом и состоит. Так, значит, условие локальности ровно эквивалентно тому, что пучок f определяется своими слоями. А предпучок нет. Вот как он определяется своими слоями? Давайте я вам скажу, значит, вначале, скажу это снова двумя способами, одним классическим. Но это значит вот что, вот это накрывающее пространство, оно будет устроено так. Оно будет просто объединением всех слоёв. Так, но это объединение всех слоёв, там понятно даже как устроена проекция, но непонятно что. Что я напишу, что накрывающее пространство пучка, это объединение всех слоёв, значит, то понятно, что мы можем каждый элемент слоя отобразить в базовую точку этого слоя. Вот это x называется базовой точкой, base point, точка базы. Так, значит, сейчас дам. Вот мы можем теперь определить накрывающее пространство пучка f. Следующим образом, значит, f тильда это объединение fx по x из x. Так, и значит, проекция, понятно как устроена, да? Она, значит, fx, а, дизъюнтное объединение, fx целиком отображается в x. Понятно, да? Как мы назовём, значит, все элементы, элементы fx отображаются в x. Спасибо, в x, конечно, в x, спасибо, это опечатка, да. Все элементы отображаются в x. Так, и теперь что нам осталось, чтобы сказать, что нужно вести топологию на f тильда, вести топологию так, чтобы над каждым открытым множеством любое сечение было непрерывно. Вот теперь вы мне скажете, мне нужно сообразить, что это самая сильная там или самая слабая топология там, ну, а? Самая слабая, для которой все сечение непрерывно. Самая слабая топология на f тильда, на которой все сечение непрерывно над любым открытым множеством. Нет, наоборот, вот это должно быть непрерывно. Это должно быть непрерывно, и сечения должны быть непрерывными над открытым множеством. Нет, наоборот, сечение, это же, если не сечение, это же операция топологии, но как должны вести топологию, безносить не сечение? Как? У нас есть, у нас пучок, сечение не определяется на топологии, у нас пучок, у нас, мы должны будем проверять что-то, у нас же каждому f сопоставляется f от у. Сечение, это сечение, это сечение пучка, это элемент, это элемент f от у. Так, и значит, это значит, что у нас, что у нас, вот этому s сопоставляется что? сопоставляется отображение из у в, значит, куда, в объединение f от x, где x принадлежит у, ну, которое содержится в f, тильда, да? Так, которое x переводит в, значит, во что, вот в s от x, в значение, которое мы только что определили, да? Так, и вот это вот должно быть непрерывным, ну, либо самое сильное, либо самое слабое, самое слабое, самое слабое. Ну, и тогда, значит, можно проверить, что ровно, вот аксиома пучка ровно будет утверждать, из нее ровно выводится, что наш исходный пучок будет пучком сечения этого f, тильда. Пучок уже всех непрерывных сечений, не тех, которые приходят из пучка ровно, а всех непрерывных сечений. Вот и это ровно свойство пучка, а для предпучка это не так. Вот для предпучка то, что мы получим при помощи этой конструкции, это будет то, что называется простым русским словом шифификация. Шифификация, ну, по-английски шифификейшн, а по-русски говорят еще пучкование. Ну, вы скажите, какое слово вам больше нравится, шифификация или пучкование? У вас сомнения на эту тему, да? Слажный выбор. Оба слова слишком красивые, да? Первое рывно, да? Да. Это второе. Пучкование. Если бы оно было самопытным, тогда бы проще. Вот, значит, вот это именно характеризация пучков. Почему? Потому что на самом деле, на самом деле, вот, с каждым предпучком можно связать пучок. Я вам говорил это в прошлый раз, сейчас я это формально скажу. Значит, можно в начале отождествить все, значит, сечения, считать, что два сечения равны, если существует покрытие при ограничении, на которое будут получаться равные ограничения, так, а второе, значит, сказать, что вот если есть согласованное, если есть покрытие, и на нем согласованное семейство локальных сечений, то существует глобальное сечение. Так, и вот так вот из каждого предпучка можно построить пучок. На самом деле это в точности соответствующий функтор, функтор из категории предпучков в категорию пучков, так, значит, он является левым сопряженным к забывающему функтору. Так, то есть вот есть забывающий функтор, который, значит, мы берем пучок и забываем, что он пучок, считаем, что он предпучок. Ну а теперь к нему, значит, строим сопряженный. Какую часть, наверное, из функторов свойства забывает? Свойства забывает. Ну как, значит, забывающий функтор из категории абелевых групп в категорию групп. Категория абелевых групп это, так сказать, часть. Вот, значит, да, ну мы забываем, забываем про то, что да. Ну вот определение такое, значит, предпучок, как пучкование, пучкование f с плюсиком, предпучка f на x, это пучок на x. Такое, что, ну, во-первых, вместе с морфизмом предпучков, морфизм предпучков, который универсален среди всех морфизмов предпучка f в пучке. То есть такое, что для любого, для любого пучка g на x и любого морфизма, любого морфизма существует единственный пучок, единственный морфизм пучков такой, что… Вот, а конструкцию я вам рассказал. Это морфизм предпучков, это морфизм предпучков, но это одно и то же. Потому что это значит, что, ну вот аналог, понимаете, ещё это типа группы Гретендика, вот это маноид, а это группа. Так что для любой группы существует, ну, сегодня единственный морфизм пучков. То есть любого отображения предпучка в любой пучок, оно пропускает через отображение вот этого нашего пучка. Так вот, ну а конструкция, ну теорема, что значит f с плюсиком существует, единственный до единственного изоморфизма с точностью до единственного изоморфизма. То есть любой предпучок можно опучковать, как правильно по-русски сказать. Вот, значит ростки. Так. Угу. 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 Ну да, и вот это как бы, это значит, что, ну это значит, что вот пучок определяется своим предпучком. Пучок, ассоциированный с предпучком, пучкование предпучка, это вот пучок с теми же слоями, что исходный предпучок. Понятно, да? То есть как бы f плюс x равняется fx. Для любого x. То есть предпучок не однозначно определяется своими слоями, а пучок однозначно. Так, это вот единственный пучок с теми же самыми слоями. Понятно, да? Так, и это значит, что вот эта теорема, в частности, означает, то что это универсальное свойство, в частности, означает, что вот для пучков, в отличие от предпучков, мы на большинство вещей можем смотреть, ну например, на изоморфизм. Не на всё, но на многие вещи можно смотреть на уровень слоев. То есть, что два пучка изоморфны, тогда и только тогда, когда fx изоморфна gx для любого x из x. Так, вот если это пучки. А, например, если у нас было не просто плотное подможество точек и проверить, что два пучка совпадают только на плотное подможество сечений. Будет ли это? Ну при выполнении каких-то хаусдорфов, всё. В общем, там нет. Вот, да. Вот в точности, так сказать, проблема того, чем мы собираемся заниматься, состоит ровно в следующем. Что у нас, я вам на это намекнул в прошлый раз, когда определял топологию Зарискова, но подробно не развивал, а нам придётся подробно часть этого развивать. Значит, у нас всё не хаусдорфово. И это значит, что нам придётся всю топологию продумывать заново. Это значит, что, например, вот, например, у нас всё, сейчас я вам скажу это, вы слышали слово квоза и компакт, да? Квоза и компакт, так, в отличие от компакта. Знаете, что это такое, да? Что такое компактное пространство? Из любого покрытия может быть конечное подпокрытие, плюс хаусдорфовость. Вот это свойство без хаусдорфовости называется квазикомпактностью. Квазикомпактность, это значит, что из любого покрытия открытого можно выбрать конечное подпокрытие. Значит, из любого конечного, из любого открытого покрытия можно выбрать конечное подпокрытие. Это квазикомпактность, а компактность, это то же самое и хаусдорфовость. И все теоремы, которые вам доказывались, так, значит, для компактных, для компактов все замечательные топологические свойства. Там везде, если вы посмотрите мелким шрифтом упоминается, что все эти пространства ваши хаусдорфовые. Когда вы говорите, что там образ компакта, там замкнут, при непрерывном отображении. Говорилось что-нибудь такое, наверняка, да? Так, вы так на меня смотрите, как будто вы топологии не слушали курс. Что, серьезно, нет? А? А на Витике, я считаю, что все нормальные пространства хаусдорфовые. Все пространства хаусдорфовые, да. Вот ровно в этом отличие, что у нас все не хаусдорфово. Так, и это ровно значит, что все хорошие свойства, которые вы привели к компактам, они просто не выполняются. И это значит, что вот это свойство, что из открытого покрытия можно выбрать конечное подпокрытие, оно никаких хороших свойств не гарантирует. Что хорошие свойства нужно постулировать отдельно и их и брать за определение. Это вот хорошие свойства, аналогом компактности настоящим в нашей ситуации будет не компактность, а собственность. То есть то, что значит наше пространство является proper, то что там, ну частный случай proper это проективное, так, ну и так далее. То есть что-то в таком духе. А это какие-то свойства, которые мы берем, вот не определение компактности, как мы здесь берем, а берем какие-то и свойства, которые нам нужны. Типа универсальной замкнутости отображений там и так далее. То есть что-то, что вы для компактных хаусдорфовых проверяете, исходя из этого свойства, а без хаусдорфовости это не проверяется. И эти свойства отдельно постулируются, и вот они и являются аналогом компактности, а вовсе не квазикомпактности. Потому что квазикомпактность будет верна всегда, но без нётровости она просто ничего не гарантирует. И даже при наличии нётровости она мало что гарантирует, без каких-то дополнительных предположений. Ну вот это вот было пучкование, и сейчас я думаю, что я уже не буду приводить примеры того, что сечение, примеры, которые нас подведут к тому, что нужно теорию когомологии изучать, поскольку пока не до этого, пока мы будем локальные свойства изучать. Так, и пока, значит, примеры, да, так, вот нетривиальность факторов я потом тоже определю. Значит, а сейчас я, мне нужен ещё крошечный топологический кусок, а именно такой, что пучок достаточно задавать на, достаточно задавать F от У не на всех открытых множествах, а только на базе. То есть здесь есть два решения, вот делать то, что я сейчас делаю, то, что делается в Айзенбаде и Харрисе, это, значит, говорить, что пучок задаётся F от У на базе, так, строить, задавать B-пучок, то, что они называют, пучок, зависящий от базы, так, тогда будет очень просто определить пучок регулярных функций. Есть второе решение, не менять определение пучка, но тогда, значит, это так делает Хартсхорн, значит, тогда будет гораздо труднее построить пучок регулярных функций. То есть так, как мы пойдём, нам нужно строить только, значит, пучок, только значения на главных открытых множествах, а это будут просто главные локализации, и согласованность проверяется очень просто, это там упражнение типа разбиение единицы, китайская теорема об остатках, там, что-то в таком духе, так, то есть тогда совсем просто проверять, но изменив немножко определение. А, я понял, почему, потому что то, что я не проверю, я скажу, что ну вот в топологии это делается, потому что я просто кусок проверки перенесу в топологию, так, значит, либо делать, как делает Хартсхорн, когда вот уже от этого определения он начинает строить, но тогда замучаешься объяснять, что такое регулярная функция на любом открытом множестве, понимаете? Вот, значит, я поэтому сейчас ещё 10 минут потрачу на то, чтобы сказать, что пучок определяется заданием своим на базе топологии, не на всех открытых множеств, а на базе. И после этого будет совсем просто, я сегодня это сделаю, построить структурный пучок на схеме, что завершит, на спектре, что завершит определение спектра. Пошли по второму пути, значит, а именно мы смотрим, значит, сейчас на то, что пучок можно задавать локально. Так, то есть вот если у нас есть база, B это база топологии на Х, достаточно задать, задать F от U для U из базы. Вот, вот это вот в дальнейшем приведёт к очень существенному техническому упрощению. Так, значит, итак, что задаётся? У нас задаётся только для базы. Значит, вот B пучок на Х, определение, B пучок на Х, так это вот что такое. Вы задаёте первое, F от U не для всех открытых множеств, а только для открытых множеств из какой-то базы. Ну и, соответственно, ограничение вы задаёте не для всех открытых множеств, а только для открытых множеств из той же базы. И второе, ограничение с U на V из F от U в F от V, так, значит, только для U, V из B, U содержит V. Вот, значит, ну и предполагается, что удовлетворяет аксиомия пучка для базисных множеств. Значит, U удовлетворяет аксиомия пучка для базисных множеств. Это что значит? Это значит, что если есть, значит, что там, если есть, так, ну, значит, сечение, сечение на U и V согласованы, если существует, существует W из B, содержащиеся в их пересечении, такое, что ограничение, что их ограничение на W совпадает. Ровно как мы определяли ростки для функции, да. Совершенно верно, да. Но только видите, W из B. Так, мы, то есть, иными словами, мы всё определяем в рамках базы. То есть, если у нас есть S из F от U и T из F от V, вот тогда мы предполагаем, что ограничение с U на W, S равняется ограничению с V на W, T. То есть, не на пересечении, понимаете, она как на что-то там содержащиеся. Но чтобы перейти к пределу, нам этого достаточно, понимаете. Так, то есть, и тогда, и тогда, вот то, что мне нужно, то, что у меня заменит доказательство, там, предложение, я уж не помню какого, 2.2, 2 главы Хартсхорна, это такая теорема топологическая. А раз не топологическая, то я могу её не доказывать. Правда, да? Понятно, что Хартсхорн вот этого определения не вводит, и он всю эту проверку переносит с общего уровня на уровень конкретно регулярных функций. Понимаете, да, так сказать? Вот, теорема такая, первое, что любой V-пучок на Х единственным образом достраивается до пучка на Х. Так, ну да, мы предполагаем, что выполняется аксиома пучка, значит, для вот этих множеств, для сечений, что если есть покрытие, покрытие базисного открытого множества, базисными открытыми множествами, которые согласованы в этом смысле, в смысле базисных множеств, то тогда, значит, существует единственное сечение над большим множеством, которое покрывается. То есть просто выполняется аксиома пучка, но согласованность понимается в этом смысле. поскольку у нас пересечение не попадает, не обязано попадать в базис. Значит, и второе, что для любых двух пучков, для любых двух V-пучков, двух V-пучков F и Z на Х, и набора отображений, отображений F от U из F от U в G от U для U из B, значит, заданных только на базисных множествах, коммутирующих, коммутирующих с ограничением, то есть понятно, что это значит, да? Это значит, что F от U, F от V, G от U, G от V, вот это наша F от U, это F от V, это ограничение с U на V, это ограничение G с U на V, U и V принадлежит B, это дело коммутирует. А можно же там один вопрос сказать, что это функтор и идут туда просто естественное преобразование? Это функтор. Ну, функтор из категории… Что B-пучки образуют категорию, да. Я сейчас определяю, что такое морфизм B-пучков, я определил, собственно, уже это. Морфизм B-пучков задаётся, понятно, да, задаётся компонентами на каждом U, ну естественное преобразование, ну вот в этой категории. Вот, значит, ну вот, так тогда для любых двух B-пучков существует единственный морфизм пучков, значит, что это морфизм, единственный морфизм пучков F из F в G, для которого FIAT-У для УСБ совпадают с исходными. Вот, а доказательство такое. Начало доказательства, что, значит, для любого открытого подножства, значит, F от U определяется так же, как определялось, как определялось, значит, как определялось Fx, только наоборот, значит, там мы брали все окрестности, а здесь мы берём, так, что такое база топологии, что любое открытое будет объединением, объединением открытых из базы, здесь требуется обратный предел, да. Ну а дальше, это примерно страница или полторы страницы текста, проверить все детали, понятно, да, что это, все понимают, да, проверить все детали, так, проверить, что это, то, что получится будет пучком, и что действительно для этого пучка, вот это склеивается. Единственность гарантируется единственностью предела, да. Это теоретико-категорное упражнение, либо элементарная топология, просто честной буковки все выписывать. Значит, ну это я, естественно, не буду доказывать, это вы можете сами все проверить в качестве упражнения, либо прочитать, это вот полторы страницы текста, я могу сказать, на какой странице, значит, книжки Айзенбады и Харрис. Там вся эта проверка целиком проведена, абсолютно рутинное упражнение по топологии, но либо по теории категории. Вот, значит, нам на самом деле понадобится еще несколько вещей, нам понадобится ограничение пучка, то, что вот если есть пучок f на x, то с ним можно связать пучок на u, нам понадобится склейка пучков, что если, значит, вот у нас есть пучки там, скажем, на u и v, то можно их склеить до пучка на объединении u и v. И нам понадобятся прямые и обратные образы, но я сейчас не хочу это рассказывать, и давайте я это расскажу в тот момент, когда нам это понадобится в теории схем, а я хочу сейчас определить, собственно, уже сам структурный пучок, значит, поскольку у нас для этого все готово, и нам понадобятся прямые и обратные образы. Прямые и обратные образы, это уже не в доказательстве, это я говорю то, что нам еще априори нужно из теории пучков. А прямые и обратные образы, это вот что такое, это, значит, если у вас есть непрерывное отображение, то тогда, значит, если у вас есть пучок на f, то из него легко построить пучок, значит, пучок на x, f, то из него легко построить прямой образ, вот, а если g пучок на y, то из него чуть сложнее построить обратный образ, но это не тот обратный образ, который у нас будет использоваться, который у нас будет использоваться в теории схем, когда нам нужно, чтобы это были модули, а это не будут модули над тем, над чем нужно. Вот, там, значит, нужно еще тензор домножить на то, на что нужно. Вот, вот нам понадобятся три вещи, но я их расскажу в тот момент, когда они нам понадобятся, а сейчас у нас все готово, значит, вот если мы верим в эту теорему, ну вот конструкцию я вам привел, а дальше все проверки делаются, значит, у нас все готово для того, чтобы строить пучок регулярных функций на спектре кольца и проверять все корректности. Так, значит, итак, вот теперь мы приступаем к последнему элементу нашей замечательной конструкции, вот сегодня, значит, мы, я надеюсь, уже узнаем, что такое афинная схема. итак. Так, ну, афинная схема, любая афинная схема, как окольцованное пространство, изаморфны, изаморфны спектру какого-то коммутативного кольца, мы сегодня, конечно, узнаем, что такое спектре колец, как окольцованное пространство, окольцованные пространства, это топологические пространства с пучком коммутативных колец на них. Сейчас я построю, который для этот пучок, для схем, для спектров, называется пучком регулярных функций или структурным пучком. Сейчас, значит, я его построю для спектров. Итак, пусть у нас R, это коммутативное кольцо соединиться. Значит, пусть у нас спектр R, это спектр R, как топологическое пространство. Особенно упорный народ пишет спектр R, как топологическое пространство, в прямых скобках, а спектром называет пару, спектр R называет пару из этого топологического пространства и вот структурного пучка, который мы сейчас построим, ну то есть x у x. Вот, значит, но я не буду различать, абсурд, то есть мы каждый раз будем просто понимать, когда мы пишем спектр, что мы имеем ввиду, топологическое пространство или такую же схему, пространство вместе с пучком. Вот это вот называется пучком регулярных функций, значит, пучок регулярных функций на x, ну или структурный пучок, structure shift. Вот, сейчас мы его построим. Ничего проще нету, так, значит, у нас база нужна этой топологии, что у нас является базой топологии на спектре? Главное открытое множество x от f, значит, главное открытое множество, значит, f принадлежит R. Нам нужно задать структурный пучок на главных открытых множествах. Так, ну у нас здесь две буковки, я вижу только, кольцо и элемент кольца. Если есть кольцо и элемент кольца, что мы можем сопоставить кольцу и этому элементу кольца? Это должно быть снова кольцо. Так, на открытом множестве больше, так, значит, f, элементы кольца истолковываются как функции, регулярные на всей схеме. Я вам это объяснял в прошлый раз, неделю назад, что элемент f, это функция, которая регулярна на всей схеме. Так, а мы хотим написать единицы делить на f, x от f это там, где, так сказать, значит, это там, где f не обращается в 0, да, но поскольку главное замктое множество, так сказать, определённое f это то, где f обращается в 0, x от f это там, где f не обращается в 0, раз, там f не обращается в 0, то там не только f становятся регулярной функцией, но и единицы делить на f. Значит, что мы к нашим функциям, которые были, добавляем ещё, так сказать, в знаменателе в любой степени, это как называется? Главная локализация. Всё, определение завершено. Так, ну теперь вы мне скажите, в чём вопрос-то состоит? Поскольку мы так определили, у нас должна быть гарантия, что это достроится до пучка на, до пучка, определённого на всех открытых множитах. А это что значит? Надо проверить, что это пучок на базе. Вот, надо проверить, что это пучок на базе. Понятно, да? То есть нужно проверить, что это действительно согласовано, что если у нас внезапно есть покрытие главного открытого множества другими главными открытыми множествами, то это согласовано всё. О, это называется китайская терема в остатках. Сейчас я вам её докажу. Это называется разбиение единиц. То есть это то, что в анализе у вас всё время упражнялись, разбиение единицы. Сейчас мы поймём, что это такое в алгебре. Значит, осталось проверить, что это действительно, действительно значит B пучок. А вот Хорсхорн идёт абсолютно по другому пути. Он смотрит не на главное открытое множество, он смотрит на точки, он определяет слои. И слои, точки это простые идеалы, и он определяет слой, если простой идеал, то что с ним можешь связать? Обратите, всё кроме этого простого идеала. Это и будет точка. То есть Хорсхорн, наоборот, строит, так сказать, не сечение над открытыми множествами, а строит слои. Но тогда возникает тот вопрос, который вы обсуждали, со склейкой, с топологией, понимаете, да? Тут сложность, она есть, но её можно двигать из одного места в другое. То есть это тоже не очень сложное определение, но осознать его сложнее, мне кажется, чем вот это. Здесь проверка, теперь алгебраическая проверка стала тривиальной. Вот, значит, что мы должны проверить теперь? Мы теперь должны проверить корректность этого дела, что это действительно Б-пучок. Так, значит, ну вот, прежде чем это делать, давайте, значит, поймём следующую вещь, нам понадобится лемма, прежде чем доказывать корректность. А лемма состоит в следующем, что вот покрытие всего спектра, что спектр квазикомпактен, что покрытие всего, оно всегда из него выделяется конечное подпокрытие. Так, значит, итак, лемма такая, что если x это спектр r, так и значит, и если x равняется объединению xF, где и принадлежит какому-то множеству индексов, а f и ты принадлежат r, то это тогда и только тогда, когда f и ты, где и принадлежит и порождают единичный идеал, порождают единичный идеал в r. В частности, спектр r квазикомпактен. Ну, на самом деле, раз это открытое множество, то любое подкрытие открытыми множествами обладает, как это называется, рефайнмент, утончением. Это не под покрытие, это не, мы берем не часть множества, мы берем для каждого множества под множество, по-английски называется рефайнмент. Subcover и рефайнмент. Subcover это когда мы берем часть множеств, а рефайнмент это когда мы для каждого множества берем меньшее открытое под множество. Ну, на самом деле, поскольку это база, то, разумеется, из того, что покрывается конечным числом элементов базы, будет следовать, что покрывается конечным числом, ну, из любого покрытия. Выделяется то же самое. То есть, в любом покрытии берем под покрытие этими главными открытыми, из него выделяем конечным. Так, ну, вот это вот понятно, это просто определение, да? Вот это эквивалентность. Так, это просто определение. Значит, что здесь утверждается? Здесь утверждается, что, значит, никакая точка не лежит вне. Это что значит? Это значит, что точка, которая лежит вне, это точка, которая содержит все эфы. Значит, вот это равенство утверждает в точности, что ни один простой идеал не содержит все эфы. Ну, это значит, что они порождают яичный идеал в точности. Так, а теперь, откуда это вытекает? А из того, что, что значит, что они порождают конечный идеал? Это значит, что сумма, сумма, значит, р эфы тои равно р. Так, но это значит, что любой элемент из р является конечной линейной комбинацией элементов эфы тои. Ну, в частности, единица является конечной линейной комбинацией. Значит, существуют а ит и зер такие, что единица равняется суммой а ит на эф ит. Причем она конечная. Ну, скажем, эф один, скажем, первый эм штук. Но это ровно значит, что эр на эф один плюс и так далее плюс эр на эфм равняется эр. Понятно, да? То есть, если, значит, это является объединением бесконечного числа, то это бесконечное число порождает единичный идеал, но это ровно значит, что единица является линейной комбинацией, их линейная комбинация, но линейная комбинация с конечным числом минулиных коэффициентов, поэтому конечное число из них уже порождает единичный идеал. И вот это называется partition of one, вот это называется разбиение единиц. Но потом мы сейчас будем его, будем это конкретизировать. Так, ну и в частности, действительно, выделяется конечное подпокрытие, то есть это в точности равно x1, xf1, fm. То есть, если есть такие, в которых выражается единица, то вот только их мы и возьмем. Понятно, да? Вот, а теперь нам понадобится еще одно соображение, нам понадобится еще одно соображение, что у нас кольца коммутативные, а в коммутативном кольце элементы тогда и только тогда коммаксимальны, когда любые их степени коммаксимальны. Но это соображение называется, называется бином, биномиальные теоремы. Вы взяли представление единицы, вот это, и возвели его в любую степень. А потом, значит, выделили, понятно, да, что я сказал? Выделили, оставили, значит, степень, оставили степень одного, а остальное посмотрели на остальные. То есть, вы взяли, единица равняется А1f1 плюс Аmfm, это еще лимма вторая. Ну или то же самое, сейчас я доказательство начну, да, это то, что нам нужно для доказательства, это была лимма. Вот это вот, это было доказательство лиммы, доказательство лиммы. Лимму я вам доказал. Так, а теперь я хочу сказать следующее, а теперь я хочу сказать следующую лимму, лимма. f1fm коммаксимальны, следовательно, f1 в степени n, fm в степени n коммаксимальны для любого натурального n. коммаксимальны, это значит вот то, что здесь написано, что они порождают единичный дел. А доказательство такое, значит, раз вот это вот равно, то мы можем возвести в n-ую степень, правда? В n-ую степень. И это снова внезапно равно единице, правда? Так, да? А теперь выделим здесь последнее слагаемое, fm в степени n, а это всё остальное принадлежит идеалу, порождённому предыдущими. Торопиться нельзя, да? Ну вы поняли, что я сказал. Когда вы записали вот это, вы записали, давайте я запишу в начале последнее слагаемое, а m в степени n на fm в степени n плюс что-то из идеала, порождённого f1, fm-1. Ну а теперь повторим, индукция по n. Согласились, да? Какая-то та же самая. Ну, мы теперь пишем, как только мы это узнали, что они взаимно просты, мы пишем такое же равенство, заменив fm на fm в степени n, а потом продолжаем, но смотрим уже на другую. А? А? То есть наша козыность не опирается в то, что f1 степени n? Это без разницы. Мы могли бы возводить в разные степени, просто мне понадобится только для одной. Понимаете, я всегда могу взять настолько большую степень, что я это буду делать. Я буду брать одну, именно ровно, чтобы не писать… Нет, на самом деле, вы правы, абсолютно. Так вам сказать, что на самом деле, да? Вот так вас устроит? Так вам понятнее стало, да? Нет, оно не опирается на то, что степень одинаковая. Вот, значит, но если элементы ком максимальные, то, значит, их степени, любые степени ком максимальные. А вот теперь, значит, то, что они согласованы, это вот такая теорема. Сейчас я вам её, значит, сформулирую, значит, о том, что это действительно будет b-пучок. Так, значит, теорема. А, ну вот это вот, вот она, да? Это b-пучок, но что она значит? А я и не формулировал ещё теорема, что если, значит, xf покрыта, покрыта, покрыта xf-итами, содержащимися в xf, ну где f-ит и f принадлежат r, то, во-первых, если g и h, g и h из rf совпадает, на всех, на всех, во всех rf-итах, то g равно h, это первое. И второе, и второе, значит, если для каждого и из и, и это наше индексное множество, если для каждого и из и задано g и т из вот соответствующей локализации, такое, что для любых и и ж, значит, их образы вот совпадают, это что значит? Давайте я обозначу локализацию, гомоморфизм локализации, вот так. Это гомоморфизм локализации. То есть он берет элемент h и отображает его ваш делить на единицу. Гоморфизм локализации. Значит, согласованность означает, что лямбда f-ит от g-итова, правильно, да, равняется лямбда f-ит от g-итова, да? Ровно это же она означает, да? Правда? И то и другое, естественно, в r-f-i-t-f-u-t. Вот, тогда существует единственное g из r, r-f, а существует, потому что единственность уже гарантируется. Но мы обратили каждый из них, уже после того, как обращен второй. Ведь g-ит-e уже является элементом, то есть это значит, что мы вначале обратили один. Сейчас я сотру, у нас осталось две минуты, но на формулировку как раз хватит. Значит, вы сейчас говорите следующее, что у нас эти гомоморфизмы, которые я сейчас написал, это гомоморфизм из f-итова в f-i-f-ит. Как вас устраивает? Но это r-f-i-f-i, все равно в каком порядке обращать их. А там наоборот, коммутативность, поэтому все равно в каком порядке обращать, вначале делать, а там наоборот, лямбда f-i-t это и отображение из f-i-t в r-f-i-f-i, но то же самое. Значит, тогда существует единственное, вот это такое, что лямбда f-i-t от g равняется g-i. Вот это наше условие согласованности, а это наше условие существования сечения на всем, на всем открытом множестве, который у нас покрыт. Вот, до качества я сейчас не успеваю рассказать, это еще минут 10, но я скажу сразу следующее, можно считать, что f равно единице. Но это просто значит, что мы заменяем r на r-f. Ведь понятно, да, так сказать, спектр, xf это ровно спектр r-f. И поэтому если мы докажем для любого спектра, то мы докажем, конечно, и для спектра r-f. Понятно, да, если мы докажем для любого кольца. Поэтому можно считать, что f равно единице. Вот, а до качества еще минут 10, но я с него начну в следующий раз. Это и будет корректность, понятно, да, это и будет корректность. Ну и в следующий раз мы начнем уже какие-то еще вещи изучать, приведем примеры и начнем свойства изучать. Спасибо.